Успешный опыт. Такую оценку сегодня дали в Совете Федерации Ставропольскому краю, изучив его работу в сфере поддержки местных инициатив. В работе круглого стола приняли участие члены Совета Федерации, руководство ряда федеральных министерств и регионов. Ставрополье представил губернатор Владимир Владимиров. Он отметил, что наш регион один из первых в России, где была развернута пилотная площадка программы поддержки местных инициатив. К реализации приступили 10 лет назад. Реализовали более 400 проектов. Это скверы, аллеи, детские и спортивные площадки, дома культуры. Этот год по инициативе губернатора был объявлен годом поддержки местных инициатив. Число потенциальных участников проекта значительно выросло. Мы немножко расширили географию, перевели ее на всю территорию Ставропольского края. Сегодня мы можем говорить, что мы уже реализовали 418 проектов. И за 10 лет, за этот год 200 миллионов, за 10 лет потратили по этой программе порядка 800 миллионов рублей. В будущем году мы поднимем до 300 миллионов рублей финансирования. Но есть одна новация. Мы вовлекаем в эту программу городские округа и городские территории. То есть мы 100 миллионов даем для крупных городов, потому что везде есть свои маленькие проблемы. Везде есть дворы, везде есть какие-то скверы, которые хотелось бы благоустроить. Люди ратуют за это. Сейчас опыт Ставрополья должен стать опорой для дальнейшей работы других регионов. Он, безусловно, полезен. Да, и мы много чему научились в Ставропольском крае. И, в частности, наверное, самое интересное, что сейчас в Ставропольском крае происходит, это даже не масштаб программы инициативного бюджетирования, а то, что сегодня проходит великолепная информационная кампания инициативного бюджетирования. Да, сегодня все большее количество граждан, проживающих на территории края, знают, что такое инициативное бюджетирование, учатся тому, как им можно пользоваться. И это, на самом деле, одна из лучших информационных кампаний по всей Российской Федерации. Многие регионы ориентируются в своей деятельности на Ставропольский край. Ставропольский край является для нас показателем с точки зрения качества тех проектов, которые были реализованы. У нас такие показатели. Значит, приблизительно 12% в среднем по России уровень софинансирования со стороны населения, значит, и 8% еще докладывают денег бизнесу. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди верят в эту программу, и они заинтересованы именно в том, чтобы, так сказать, вот те проблемы, которые были отобраны в рамках программы, решались. И это говорит о том, что эти, так сказать, проблемы были отобраны верно.